Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в музее Ордена Трудового Красного Знамени Башкирского Академического Театра Драмы имени Мажиты Гуфури. Я есть художественный руководитель этого театра. Вот ко мне обратились молодые ребята, руководство Башкирского Государственного Педагогического Университета имени Мефток Динак Муллы, с тем, чтобы поделиться своими впечатлениями, высказать свое мнение о таком повседневном, но очень важном понятии, как доброта. Урок доброты. Не знаю, смогу ли я справиться с этим, потому что дело, которым занимаешься по своей профессии всю жизнь, выражать словами несколько сложно. Но, тем не менее, я попытаюсь с тем, чтобы то, что я понимаю, то, что я знаю, исходя из своего опыта, постараюсь через камеры передать вам, чтобы вы ощутили, ну, может быть, узнали бы иное мнение о доброте. То есть, сколько людей, сколько у вас уроков, столько и мнений о доброте. Ну, вот я попытаюсь выразить свое понимание. В далеком 1987 году мне посчастливилось побывать в Индии в качестве руководителя театральной группы со спектаклем «Индийская легенда». Тогда проходил фестиваль СССР в Индии, выезжал туда наш театр «Кукол», и мы объездили почти всю Индию. Очень была интересная поездка, как в творческом, так и в познавательном смысле. И вот мы приехали в город Бангалор, и наши сопровождающие ребята подсказали, что вот где-то в километрах 30 от самого города, в своем доме, в предгорьях, там гор, живет Святослав Николаевич Рерих. Ну, у нас сразу загорелись глаза, и трупы, участники этой поездки обратились в отделение культуры этого города с тем, чтобы нам устроили встречу со Святославом Николаевичем. Как-то очень легко это удалось, и он нас пригласил к себе, и мы, значит, всей труппой нашей, нас было порядка 20 человек, поехали к нему на дачу. Дом у него был одноэтажный, очень большой участок земли, были подсобные помещения, но дом, где они жили, он был такой очень большой, много воздуха, весь покрытый такими деревьями, зелеными цветущими кустарниками, дорожки. И очень теплая была встреча, и прощаюсь, естественно, каждый из нас захотел получить у него автограф. А он говорил на русском языке, а его супруга, Дэви Карани, она по-английски, но он ей переводил наши слова, и ее слова нам переводил. Такое очень теплое было общение, у нас был с собой башкирский мед, мы подарили наши афиши, буклеты подарили со спектакля. И он каждому из нас на отдельных открыточках с репродукциями его картин написал примерно одинаковые слова «С пожеланием добра и душевного покоя» Святослав Рерих. Тогда мне показались вот эти слова «С пожеланием добра» ну как бы повседневными, ну как бы, ну мы говорим «спасибо», мы начинаем говорить «спасибо», ну как бы привычно, автоматически, или «здравствуйте», «здравствуйте» мы говорим там «привет», «привет», «здравствуйте», «здравствуйте», а не вдаемся в смысл слова «здравствуйте», то есть «вы должны здравствуйте», «я желаю вам здоровья», или «а вот пожелание добра», если так взглянуть несколько с иной стороны, то пожелать добра это выразить человеку одной из самых главных, одной из главных сутей существования человека, потому что когда человек наполнен добром, он обязательно спешит поделиться этим добром, а когда человек делится добром, он обретает душевное равновесие, и отсюда у него в душе возникает покой. То есть об этих словах тогда я их воспринял как, ну как повседневные, вот мы произносим, а позже вот задумался, как-то нашел фотографии, когда перебирал фотографии, позже задумался, сколько за этими простыми словами было заложено, ну как бы огромного смысла, большого смысла пожелания добра. Добро бывает, ну как бы и материальное, и неприходящее. Материальное что-то, ну говорят, вот отец набрал добро, создал добро и передал детям. Молодец, если он, ну как бы накопил имущество, богатство, это тоже добро, и передал детям. Дети начинают стартовать свою жизнь на основе каких-то уже приобретенных вещей, то есть у них закладывается какой-то уже фундамент для жизни. Но есть понятие добра неприходящее, оно не перетекает, оно остается единым. Это добро. Вот плачущего ребенка успокоишь, уже добро. Поддержишь кого-то в трудные минуты, тоже добро. Улыбнешься, поздравишь, не забудешь поздравить с днем рождения, тоже добро. Это какие-то элементарные вещи, которые другому человеку делают его душевное равновесие благостным, хорошим, радостным. Вот в этом отношении у нашего поэта Ангама Атнабаева есть замечательное стихотворение. Я очень вольно переведу на русский язык, там речь идет о следующем. Вот человеку все время чего-то не хватает. Если есть черный хлеб, то ему белого не хватает. Если он ползает на четвереньках, ему ног не хватает, чтобы ходить. Когда ноги, ему не хватает. Лошади, чтобы верхом ездить. Когда они ездят верхом, ему машины не хватает. Ему ракеты не хватает, чтобы летать. Ему планеты не хватает. Галактики не хватает. Человеку много чего не хватает. А этому же человеку, когда он попадает в беду, когда от несправедливости он страдает, когда от неблагодарности он плачет, когда его несправедливо обижают, и когда он, даже потеряв смысл красоты, начинает видеть в этой красоте некрасивые, и даже начинает искать путь, чтобы уйти из этой жизни, чтобы вытащить его из этой жизни, хватает очень малого, одного теплого слова, одного теплого, ласкового слова, которое бы согрело его душу, то есть момента доброты. Человеческая натура, человеческий душевный мир, он очень сложный в своих мыслях, в своих чувствах, в эмоциональном своем заряде, но действительно, когда проявляешь о нем заботу, элементарно относишься к нему как к самому себе, то возникает у него благостное поле. Я об этом говорю с уверенностью, потому что сам по жизни испытал несколько раз такое соучастие в моей судьбе, и они в моей памяти, и я это несу в себе, и благодарен им за это. Вот я понимаю значение добра именно вот в этом, расположить человеческую душу, его сердце, его образ мыслей, его понимание времени к восприятию к культурного слоя, к восприятию того, что каждый день, что он многозначен, что он ценен, что он приходит и уходит навсегда, он не возвращается. О том, что и заставляет думать человека о других, о отношении к животным, отношении к природе, отношении к родным, близким, посторонним, отношении между юношей и девушкой, девушкой и юношей, между родителями и детьми, и много-много-много взаимоотношений, которые обогащают его душу, и он передает, невольно передает это другим. Вот, ну вы знаете, у Рея Брэдвери есть замечательный, ну не роман, поиск скорее, это 450 градусов по Фаренгейту, и там хорошая мысль, что каждый человек есть отдельные книги. То есть по прошествию жизни человек накапливает знания, эмоции, понимания, и он обязательно должен передать это. То есть он является не просто человеком, там, индивидуумом, а он есть носитель ценности, которые накопило человечество на протяжении своей истории. То есть я имею в виду вершин достижений в области человеческой мысли, в области человеческого творчества, достижений науки. Но я больше связан с культурой, искусством, и, конечно же, для меня носители Шекспира, Достоевского, Чехова, Толстого, Ромена Ролана, Жанна Ануя, Брэдбери, Стейнбека, многих-многих-многих писателей, актеров, художественных произведений, картин Пикассо, Модельяне, наших Левитана, Иванова, Гея. Ну, целое море. Мы являемся носителями этого. И уметь вот это вот передать, уметь сохранить, нести в себе, несмотря ни на что, ни на какие перипетии современности, в этом заключается и человеческая некая обязанность. Это очень важно. Это очень важно не только впитать, в первую очередь, конечно же, впитать, а и передать, отдать от себя. Я поражаюсь от прозорливости и удивительной какой-то такой проницательности Брэдбери по поводу этих же книг. Как жаль, что современные поколения, ну, если так грубо назвать, пивное поколение, которое было, которое, к сожалению, то есть не к сожалению, к большое удовлетворению, оно постепенно размывается, исчезает. Сейчас молодежь больше тянется к знаниям. Но все равно проблема освоения литературы, проблема освоения интеллектуального багажа, своего повышения, работа над душой, это остается. Можем так, если так будет продолжаться, мы можем просто приплыть к очень нехорошему берегу. Несчастливому берегу, это яркий представитель которого Василий Васильевич Светловидов, образ из чеховской «Лебединой песни», талантливый актер, который растратил свой талант на разные фокусы, низкопробные материалы, роли, комикования и так далее. И он говорит о том, что я растратил свой талант, я, растрачивая свой талант, разлагал и развращал души людей, тех, которые смотрели на меня. А от Бога каждому из нас дано многое. Не уметь различить то, что дал Господь Бог, Аллах, и растратить его впустую, это прежде всего преступление перед самим собой. Кто-то, может быть, как преступление не воспринимает, но как вину он обязан воспринимать перед самим собой, но и перед другими, потому что он не явился носителем каких-то богатств, он истратил свой талант. А есть примеров тому много, личности, гении, которые очень быстро растратили то, что им было дано, и, к большому сожалению, ушли, но создали такие величайшие произведения, что Есенин, что Лермонтов, что Александр Сергеевич Пушкин в такие молодые годы ушли, но сделали они столько, которые не достичь в 24 года написать «Демона», в 25-26 лет написать «Маскарад», который является по силе, по высоте наряду с произведениями Уильяма Шекспира. А Шекспир есть вершина в драматургической мысли человечества. Вот такие мысли у меня возникают при слове «доброта». Вот оно заключается. Тут есть и понятия религиозные, о том, что, ну, еще в скрижалях написано, «Чти отца и мать свою, не убей, не укради, возлюби своего ближнего, как самого себя». Это очень сложно, но это выполнимо, и этому надо бы следовать. Вот я, по-моему, очень много наговорил вступительного слова, но, тем не менее, зритель приходит в театр именно за этими чувствами. Театр является одной из организаций, одной из тех мест, где человек получает вот это добро, понятие добра, понятие справедливости и ответа на свои многие вопросы вот сейчас, в данную минуту, здесь, в данные мгновения. Почему? Мустафа Сафич, Мустай Карим наш, уважаемый народный поэт, чьи столетия мы собираемся встречать, проводить в следующем году. У него замечательное есть выражение. Если кино – это переписка влюбленных, то театр, есть свидание влюбленных. Переписка, да, это письма, строки и так далее, они радуют, но живое дыхание происходит при свидании, глаза в глаза, когда чувствуешь взгляд, движение души, даже температуру, исходящую при свидании от любимого человека. Также вот это есть в театре, это в данную минуту, сейчас, здесь ты видишь, слышишь, сопереживаешь, сопереживаешь, соучаствуешь в том, что происходит на сцене. И, конечно же, при талантливых, при замечательных произведениях сценического искусства возникает некая такая атмосфера в зале, когда происходит единение, единение зрителей и актеров. Ну, повторяю, это при хорошем спектакле. И даже доходит до момента некоторой такой экстрасенсорики. Ильшат Халил Чемогулов в свое время, мне помнится, сказал, вот ты представляешь, вот зритель приходит в театр, никто из них себя не чувствует отрицательным человеком, никто себя не чувствует яга, все чувствуют себя, ну, если не отел, то во всяком случае благородным человеком, но яга никто не чувствует. Женщины же обязательно чувствуют себя Галия Бану, вот, юношей там Халил. То есть они невольно ставят себя, душой переносятся на его позицию, но никак не на позицию отрицательного героя. Потому что носитель дискомфорта в душе не воспринимается зрителям, сидящим в зале. Вот театр такое магическое место, опять не то слово сказал, не место, а нечто волшебное, нечто завораживающее, где происходит чудо с человеком. Поделиться добром, поделиться мыслями. И потому, наверное, еще с древнейших времен, в древней Греции создавался театр на основе каких-то религиозных действий, обрядов и так далее. У всех народов есть свои обряды, и этим они же передают, опять же, ведут какой-то урок, делают какое-то добро тем, кто узнает, узнает тем, кто смотрит это дело, тем, кто начинает смеяться или от сочувствия плакать вместе с героями. И, конечно же, у истоков это Сафокл и Эврипид, Аристотель, которые создали первые произведения, подлинные сценические произведения. Вот, скажем, царь Эгипт Сафокла или Эгипт в колонне, они до сих пор пользуются таким вниманием со стороны зрителей. Там до сих пор современники наши отыскивают мысли, которым созвучны зрительному залу, понимаете? Насколько это было гениальное такое предвидение будущего развития человечества на многие долгие сотни лет вперёд. И развитие театра французского, итальянского, позже в России, и какие бы народы ни были, якуты, те народы, которые не быстро прогрессировали, так скажем, у них у всех возникает театр. Этому, конечно, мощный толчок дал перестройка после царской России у нас, потому что театр являлся таким мощнейшим инструментом передачи идеи. Но в последнее время за передачей идеи, скажем, коммунистической идеи, начали увлекаться этим сильно, забыли почему-то про чувства и про душевный настрой самого человека. Появились такие спектакли, ну, как... Агитки, так скажем. Это тоже театр. Вспомните Маяковского, который окна рос такими размашистыми плакатами, писал. Это тоже искусство, которое влияет на умы, сердца, на зрителей, на мышление человека. А театр благородный, который создаёт именно темы рождения человека, любовь, смерть. Вот три таких кита, на которых держится, ну, скажем, драматургическая мысль, а вместе с тем сценическое искусство. Какое произведение ни возьми, они все рассказывают о человеке, о его пути. Ну, мы знаем по жизни, да, исход, исходная точка, это рождение, кульминация, его любовь, женитьба, рождение ребёнка, ну, и завершение пути жизненного, его уход из этой жизни. Вот. Не зря государство, вот наше в особенности, выделяет столько финансовых средств на культуру и на содержание театров. То есть это великолепнейшие издания, особенно у нас в Башкирии, в Татарии тоже хорошие издания. То есть содержатся большие труппы. Что театр оперы и балета у нас там более 500 человек работает, у нас работает вот 240 человек. То есть выделяются государством большие средства, чтобы вот эта духовная мысль, культурная мысль, она жила, она создавалась, она передавалась со сцены мысли о добром и подлинно являлась, как Гоголь сказал, кафедрой, откуда можно вещать миру о красоте и добре. Есть такое расхожее выражение, театр начинается с вешалки. У нас вешалка находится, гардероб находится на первом этаже, а мы с вами находимся в фойе второго этажа театра. То есть у нас здесь на небольшом подиуме играет оркестр, живой оркестр встречает, зрители музыка, оркестр, живой звук, он как бы уже настраивает зрительский организм. Ну, с улицы пришел человек, у него свои заботы, свои какие-то дела, он думает, успеет, не успеет, кто-то у него опоздал, или еще что-то дома, что-то дети остались, накормлены, ну, все. Ну, какие-то мысли повседневные. Он надзавтра на работу, а я еще и в театр пришел, а придя вот сюда, войдя в зал, то есть вот поднявшись в это фойе, человек, ну, располагается душевно к восприятию того, что будет происходить на сцене. Вот здесь у нас портреты наших актеров, членов коллектива, буфеты для зрителей, в общем, все удобства. Пойдемте дальше. У нас постоянно действует выставка картин. Как я уже говорил, оркестр наш, он настраивает, но и если оркестр настраивает слух, то визуально настраивает на восприятие спектакля выставка картин. У нас часто художники выставляются, сейчас вот вы видите работы молодой художницы. Вот, очень интересная работа, очень интересная. Здесь и как бы и ученичество, и в то же время наполнено каким-то очень хорошим смыслом. Вот это воображение, вот картин, бой, значит, древних тюркских войск. И очень такие многоплановые картины, которые отражают, ну, философский смысл, жизненные. Вот, например, мать, отец и сын, насколько я понимаю. То есть, старшее поколение и молодое, то есть, они в национальных костюмах, и сзади проглядывается современный человек, какой-то связь, какой-то времен. или, скажем, вот эту вот картину, вот, голубь бумажный, самолетик, отец, сын и мать. Мать в таком платочке, но у нее платок, вот, при черно-белой картине платок красный. Это тоже о чем-то говорит, о многом. Мне нравятся вот эти вот выписанные морщины на лице этой женщины и очень такой пристальный взгляд на сегодняшний день. Это, ну, заставляет о многом задуматься, что оставляем, куда идем, что несем с собой. Опять же, по поводу добра. Ну, я не экскурсовод, не знаток, как сказать, художественного, художественных полотен, я больше театрал, поэтому я прошу в зал. Наши зрители, которые сняли верхнюю одежду внизу в гардеробе, в гардеробе, поднялись на второй этаж, послушали музыку, настроились душевно и визуально, посмотрев картины, они проходят вот в этот зал, где будет происходить священный акт, так скажем, познавания волшебства или магии театра. Вот это зал. У нас в зале 460 мест. Зал, так скажем, средний, не очень большой и немаленький. Мы очень рады, когда бывают залы полными. Но это не всегда удается. Но стараемся создавать такие спектакли, чтобы вот это все было заполнено зрителями. И чтобы гул театрального зала, который всегда волнует актеров, он был бы мощным таким, хорошим, загадочным, завораживающим. Вот здесь происходит то действие. Или, скажем, вот это вот зеркало сцены является увеличительным стеклом, которое увеличивает, дает познавать те чувства, мысли, которые рождаются вот на сцене с помощью декораций. Ну и, конечно, главное это чувством актера. Когда актер выходит на сцену, начинает действовать, то декорация только создает, помогает создавать правдоподобие жизненной ситуации. Но современная сценография не только обозначает место действия, но и пытается или изготавливается, делается для того, чтобы открыть внутренние содержания сценического произведения. Это у нас декорация со спектакля по пьесе Ралифа Киньебаева, которая называется «Обьюшка.собака.ру». Вот там на заднем плане вы видите такую шикарную панораму. Написано «Родная страна», это «Цветущий край». Ну, а в деревне живут примерно так. Вот картофельные ряды. Вот ну, я не знаю, индивидуальный какой-нибудь предприниматель, частник, который занимается индивидуальным предпринимательством, и у него выросла дочь, и ему надо ее выдать. Вот к нему по объявлению приезжают сюда женихи из города и обнаруживают, в общем-то, не такую завидную жизнь. А объявление подала вот бабушка, которая собирается уйти, уехать из этой деревни, которая погрязает, ну, так скажем, не в очень радостной жизни. Ну, в общем, это комедия, через комедийные, такие сатирические ноты показываются нашей действительности. мы сейчас, можно сказать, находимся в святая святых вообще театра самого. Это есть наша малая сцена. Здесь у нас проходят спектакли малой формы. Очень пользуется большой популярностью спектакль «Я сотворил тебя». Вот уж где говорится о добрее, вот уж где говорится о том, чтобы люди понимали бы друг друга. Это пьеса Туфана Адолыча Минулина, известного татарского драматурга, общественного деятеля, писателя. Вот и там речь идет о двух молодых людях, девушке и парне, которые волею судеб оказались оба на инвалидной коляске. И происходит у них взаимопонимание, у них идет диалог по телефону. Вот этот спектакль, ну и есть замечательный спектакль, тоже играется на этой площадке, это Алмаз Амиров, моноспектакль «Цыпленок из букваря». Он объездил с этим спектаклем, по-моему, пять или шесть фестивалей по России и за рубежом. Вот вы вот если окиньте взглядом, но здесь у нас проходит и репетиция, окиньте взглядом вот это вот все художественный беспорядок, это не есть беспорядок, это здесь у нас на сегодняшний день проходят репетиции будущего нашего спектакля по пьесе виски той правды, атмосферу которого создают эти ребята. Насколько я понимаю уже по костюмам, по реквизитам, это не есть повторение переноса нас с вами в далекие времена греческих мифов, а это есть попытка историю Прометея связать с современной нашей жизнью. Как это получится, я еще не знаю, но я так предполагаю, что будет именно такой язык у спектакля. Ну, берем худай, дай бог, чтобы все состоялось, чтобы это было интересным. Рядом у нас есть еще и репетиционный зал, так что мы параллельно сейчас в данный момент репетируем три спектакля. У нас на сцене проходят репетиции молодого драматурга, по пьесе молодого нашего драматурга Ангизы Ижболдиной. Пьеса называется «Кисельные берега». Здесь я сказал, что «Прометей», а в соседнем зале мы репетируем спектакль по пьесе Алекандра Кассона испанского драматурга, который называется «Деревья умирают стоя». в заглавной роли будет занята народная артистка СССР Бильяр Александровна Мобарякова, но и, конечно же, наши молодые актеры. Ну вот, мы с вами бегло прошли по театру, по для меня священному, волшебному месту, где создается то искусство, которое воздействует на сердца, умы наших зрителей, где мы делимся своим познанием мира, своим богатством, которое нарабатывается в ходе репетиции, в ходе чтения книг, в ходе создания спектакля по произведениям драматургов. Кроме этого, у нас есть, конечно, и технические цеха, такие как автотранспорт, это и бухгалтерия, это, ну, в общем, очень много составляющих для того, чтобы зритель приходил в зал и в течение двух, двух с половиной часов воспринимал магию театра, а через магию и доброту. Я возвращаюсь к той мысли, о которой говорил в начале, о том, что Святослав Николаевич написал в своем дарственной надписи «Спешите делать добро, делайте добро и допустим, у вас в душе будет покой». И, поделившись с вами, вот я сейчас буду надеяться, что у меня в душе будет покой, потому что я искренне пытался вам рассказать свое понимание театра, может быть, не в том объеме, в котором вам хотелось бы, но основные моменты того, чем мы занимаемся в театре и для чего мы служим. А мы действительно служим, потому что семейная жизнь, повседневные бытовые проблемы, они уходят на второй план. Прежде всего все, кто работает в театре, я имею в виду больше, конечно, актеров, они полностью отдаются этой своей творческой работе и часто и не отдыхают. Летом гастроли, зимой репетиции, показ спектаклей и единственный месяц отпуска и то за время отпуска успевают соскучиться, чтобы быстрее оказаться в этой второй семье. То есть первая семья это дом, это семья, дети, а второй дом здесь, вот здесь проходит наша жизнь. Я хотел бы пожелать вам всем здоровья, я хотел бы пожелать вам всем покоя в душе, а покой приходит только тогда, когда отдаешь от себя и приходит удовлетворение от того, что ты поделился тем, что ты знаешь, тем, что ты сам получил от кого-то. Ну и конечно пытливости и любопытство и чтение. Читайте побольше, потому что чем больше вы читаете, тем больше вы обогащаете себя, тем больше вы сможете передать другим то, что получаете из книг. Вот в этом вашем пути я хочу пожелать вам добра и удачи. Прощаясь с вами, я бы хотел вам порекомендовать еще встретиться с очень интересным человеком, замечательным педагогом богатейшей душевной организацией Галины Яковлевны Вербицкой. Педагог Уфимского государственного института искусств имени Загирис-Могилова преподает на кафедре и работает на кафедре театроведения при театральном факультете. Я думаю, что вы получите истинное удовольствие и обязательно спросите у нее, что такое метод медленного чтения. Попросите ее рассказать. Это для вас откроется целый мир. Будьте добрее. истинное удовольствие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...